В Италии Грюлов познакомился с графиней Юлией Павловной Самойловой, ставшей не только его музой и близким другом, но и единственной любовью. Художник многое с упоением писал эту женщину. Предполагалось, что она же изображена на картине «Садница». Однако позднее исследователям удалось доказать, что это не так. Девушки, нарисованные на холсте, всего лишь воспитанницы графини – Джованнина и Амациллия Пачини. На полотне представлена сцена прогулки, а точнее ее завершение и возвращение домой. Композиция крайне динамична, все персонажи изображены в движении. Вот выбежала на балкон Амациллия. Она с радостью и неподдельным восхищением встречает свою старшую сестру Джованнину. Амациллия выглядит на картине английски красивой, ее лицо светится от счастья. Нежно-розовое платье придает образу девочке еще больше очарования и воздушности. Старшая сестра Джованнина с ловкостью амазонки поддерживает крыльцу верхом на вороном коне. Надо отметить, что это был довольно смелый шаг со стороны художника. И до сих пор верхом изображали только титулованных особ и знатных полководцев. Вздыбившийся скакун напрягает мышцы своего лоснящегося разгоряченного тела и словно передает возбуждение псу, который с ожесточенным лаем бросается ему под ноги. Такое ощущение, что все замерли лишь на секунду, чтобы художник успел их запечатлеть. Красота сцены подчеркивается богатой цветовой палитрой. И великолепно переданным предгрозовым состоянием природы. Кажется, что и пейзаж вторит общей взбудораженности. Накренившиеся от налетевшего ветра стволы деревьев, тревожные перистые облака и беспокойные блики пробивающегося сквозь них закатного солнца несомненно добавляют картине оживления. Впервые садница была представлена на суд зрителей в 1832 году в Милане, в галерее Брера. Позднее картина хранилась у графини Самойлова, и, однако, разорившись, та вынуждена была ее продать. КОНЕЦ КОНЕЦ